Библия говорит, что Бог — ревнитель. Бог любит вас и знает, что только Он сможет сделать вас счастливым. Церковь пришла время расстаться с идолами, со своими посторонними увлечениями, к которым мы привязались. Пришло время посвятить себя Иисусу. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда Он умер, я потерял не только Отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться Ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Иисус сказал ученикам, «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва?» А я говорю вам, «Возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве». Не говорите «4 месяца, люди придут к Христу». Не говорите «Еще 4 месяца, и начнем идти к цели». Я говорю вам, откройте глаза. Дорогая церковь, это ваше время. Это ваше время свидетельствовать. Это ваше время поклоняться. Возможно, сейчас вы не там, где бы вы хотели, но там, где вы есть, у вас есть цели от Бога. Это ваше время. Это ваш момент. Иисус сказал, «Перестань вести себя так, словно вся жизнь еще впереди. А если завтра не наступит, не нужно ждать жатвы 4 месяца. Этот момент сейчас. Это ваше время возлагать руки на больных и видеть их исцеление». Это ваше время двигаться в служении и являть силу Евангелия. Вы говорите, «Когда я окончу колледж или библейскую школу, когда буду учеником Иисуса уже несколько лет, тогда я начну воплощать свое предназначение». Но Иисус говорит, «Церковь, этот момент прямо сейчас». В моей жизни было очень много важных моментов, но в тот миг я не осознавал. Один из таких моментов — моя свадьба. Я шел со своей мамой к алтарю. Затем подошли дети с кольцами и цветами. Это был очень важный момент. Я должен был сосредоточиться. Я стоял у алтаря и ждал, когда из закрытых дверей появится моя прекрасная невеста. Я ощущал, как напряжены гости. Я очень нервничал. Сердце колотилось. Я ждал свою невесту. Она вот-вот появится. И когда это случилось, я ликовал. Это она. Это мой момент. Это мой момент. Я был так счастлив. Счастье просто переполняло меня. Это она. Она просто переполняла все меня. Моя невеста шла к алтарю, а я не сводил с нее глаз. А теперь остановите, пожалуйста. Остановите, пожалуйста. Посмотрите на него. Посмотрите внимательно. Что с ним сейчас происходит? Он улыбается, как ребенок. Он даже не двигается. Он чего-то ждет. Он думает, что ко всему готов. Он не догадывается, что через 10 лет у него будет четверо детей, и он будет пастором церкви. Вам кажется, что этот парень сфокусирован? Но вы можете переживать какой-то момент, а мыслями находиться где-то в другом месте. Вы можете быть в церкви, а мыслями где-то еще. Вы можете посмотреть и слушать свою жену, на самом деле ничего не слыша. Я помню, что смотрел на Эшли, но думал не о свадьбе, а о том, что случится тем вечером. Мужчины, вы меня поймете? Я мысленно готовился. Я думал о медовом месяце, о будущем, но вдруг услышал. Не упусти момент. У алтаря я услышал, как Бог сказал. Не пропусти тот момент. Я не знал, что мой отец последний раз стоит на сцене этой церкви, что в последний раз наша свадьба собрала всех наших родственников вместе. Порой в какой-то момент мы не осознаем, что это за момент. Мы отвлекаемся на сравнение, на стыд на прошлое. Мы думаем о том, что нам нужно сделать или чего нам хочется. Или же мы мечтаем о безоблачном будущем. Церковь, проснись. Этот момент сейчас. Этот момент, который никогда не вернется. И именно в этот момент церкви нужно бодрствовать. Это важнейший момент, когда вам нужно увидеть, чего хочет сделать Бог. Нам нужно быть осторожными. Кто-то думает, что лучшие дни в будущем, но эти слова означают, что наши лучшие дни здесь и сейчас. Не пропустите это время и то, что делает Бог. Две недели назад моя жена родила нашего четвертого ребенка. Я ждал в коридоре. Физически я был там, но мыслями где-то еще. Я размышлял о проповедях и о том, сможем ли мы теперь позаботиться о четверых детях. И тут Бог ответил мне словами. Не пропусти этот момент. Убери телефон. И не пропусти этот момент. Не пропусти то, что я сейчас делаю в твоей семье. В Откровении 19, стих 6, Иисус говорит с Иоанном, апостолом, находящимся в заключении в Патмосе. В худшее время своей жизни Иоанн получил величайшее откровение о Боге. Это чудесно. В самый сложный период жизни вы можете получить величайшее откровение о Боге. Иоанн пишет. И слышал я, как бы голос многочисленного народа. Иоанн описывает видение, которое показал ему Иисус. И слышал я, как бы голос народа. Это церковь, это мы. Как бы шум, вот многих. Как бы голос громов сильных. Потому я и показал вам это видео. Свадьба ждет, и церковь близится брак агнца. Брак — это образ соотношений Христа и нас, как церкви. Христос вернется за своей невестой. Его невеста — это церковь. Написано, его невеста уже приготовила себя. Дорогая церковь, тебе нужно приготовить себя для брака. Повернитесь к соседу и скажите, тебе нужно приготовить себя. Библия говорит, что церковь, невеста Христа, призвана приготовить себя, чтобы быть живой и бодрой и двигаться к целям Бога. Нам нужно приготовить себя. Вы знали, что глаз человека распознает красоту за 13 миллисекунд? Даже меньше, чем за 13 миллисекунд. Другими словами, видя закат или рассвет, вы тут же понимаете, что он прекрасен. Вам не нужно 20 секунд, чтобы понять его красоту. Мой отец любил ездить на озеро. Он часто говорил, когда лучи солнца отражаются от воды, она сверкает, как миллионы бриллиантов. Глаз человека всегда видит красоту. Он распознает красивую девушку или юношу, красивую семью, красивый момент. Почему мы считаем, что Иисус не узнает красивую церковь? Иисусу нужна сияющая красивая церковь, та, что приготовила себя для Него. Вы подумаете, что такое красивая церковь? Это красивое здание или удобные стулья, кондиционер или большой экран? Нет. Красивая церковь это люди, они поднимают руки и говорят, что их лучшие дни здесь и сейчас, что Бог с ними. Давайте достигать своего города и страны. давайте будем первыми, кто помогает нуждающимся. Красивая церковь это люди, которые исполняют свое предназначение от Бога, которые живут в послушании, с чистым сердцем к своему городу, к ближней. Красивая церковь это не здание, это люди, люди. Иисус говорит, церковь, не упусти момент, этот момент сотворил Бог. Как она будет выглядеть? Как она будет выглядеть? Я хочу рассказать вам. Церковь, не упусти момент, чтобы полностью смириться перед Господом. Он вернется за смиренной невестой. Иисус говорил своим ученикам в Луки, глава 9, стих 23, если кто хочет идти за Мною, если кто хочет стать частью церковью, которую я созидаю, он должен отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Мной. Слово «идти» означает здесь романтическое следование влюбленного парня за девушкой. Бог говорит, тебе нужно следовать к цели, идти за своим призванием так, словно ты следуешь за тем, кто тебе очень нравится. Некоторые из нас смиренно только по воскресенью. В воскресенье я пойду в церковь, надену кольцо, а вечером в пятницу я сниму и буду делать то, что мне хочется. Иисус говорит, тебе нужно смириться передо Мной. В пятницу, в субботу, в воскресенье и в понедельник и во вторник. Мы не только должны жить так, одна нога здесь, другая там. Иисус говорил в Марка, глава 8, стих 34, кто хочет следовать за Мной, тот должен отвергнуть себя. это значит сказать не моя, но твоя воля добудет. Когда я женился, я расстался с жизнью холостяка. Слава Богу. До этого я жил в одном доме с пятью друзьями. Мы ели жареную курицу, роллы, пончики, замороженную пиццу, но все изменилось. Я даже не осознавал, как изменилась моя жизнь. Я не знал тогда, что начну пить хорошее молоко. Я не знал, что Эшли составила для меня новый план питания. Скажите, смиритесь. Скажите своему соседу, смиритесь. Счастливая жена равно счастливая жизнь. Но Эшли тоже смирялась. Когда жених и невеста заключают брак, они оставляют свои старые привычки. Представьте, что, проходя между рядами, Эшли взяла бы кого-то за руку, потом еще одного, потом еще парочку, и подошла бы к алтарю с четырьмя парнями с одной стороны и с тремя с другими и сказала, мы готовы. Я бы удивился, что? О чем ты? Это наша свадьба. Ты все так же мой фаворит? Не волнуйся. Я не хочу быть фаворитом. Я хочу быть единственным. Библия говорит, что Бог ревнитель. Бог любит вас. И знает, что только Он сможет сделать вас счастливыми. Церковь, пришло время расстаться с идолами, с посторонними увлечениями, которым мы привязались. Пришло время посвятить себя Иисусу, смириться, надеть кольцо и сказать, «Я не просто хочу жену. Я не просто играю. Я посвящаю себя тебе. Я буду уверен и сделаю все, что ты попросишь. Я буду верным». Иисус вернется за церковью, которая смирилась. Бог не просит вас сделать все. Он просит сделать что-нибудь. Пусть мысль, что вы не сможете сделать все, не помешает сделать что-то для кого-то. На этой неделе вы можете кого-то ободрить, купить кому-то еду, помочь кому-то незнакомому или протянуть руку помощи члену семьи. Во-вторых, это время жить с Божьей любви. Господь вернется за церковью, полной Божьей любви. Павел писал в 3 главе эфесянам, «Молюсь, чтобы вы познали долготу и широту, глубину и высоту любви Христа к вам, чтобы вы укоренились и утвердились в Его любви. Бог хочет, чтобы Его церковь была переполнена любовью, чтобы она принимала Ее. Вы не можете делиться тем, чего у вас нет. Принимайте и верьте, что Иисус любит вас. Разве вы не рады, что Иисус любит вас, даже когда вам плохо, когда вы в смятении? Если у вас все сложно, Иисус все так же любит вас и не перестанет любить. Вы знали, что не можете заставить Бога любить вас больше и не можете сделать ничего, чтобы Он любил вас меньше. Он любит вас такими, как есть, а не вас в будущем. Это Божья любовь, безусловная любовь. Смотрите, что говорит Иисус в Своей церкви в 13 главе Иоанна заповедь новую даю вам. Дорогая церковь, заповедую вам судить друг друга. Проверяю, слушаете ли вы меня. Заповедую сражаться с друг с другом. Заповедую распространить сплетни. Нет, я заповедую вам любить друг друга. Не человеческой, но безусловной Божьей любовью. Не любовью, основанной на поступках, но любовью, основанной на Божьей любви к вам. В 35 стихе. «Потому узнают все, что вы мои ученики. Церковь будет сиять, как невеста Христа». Кто-то говорит, жатва наступит через 4 месяца. Все, что не делается, делается к лучшему. Ваше рабочее место тоже ваше служение. Это ваша сцена и микрофон. Начните делиться Евангелем с людьми. Начните любить их. Любовь это не просто слова, это действие. Это демонстрация любви Бога. В Матфея, глава 10 стих 5, Иисус говорит ученикам, «Не начинайте любить людей, уезжая в дальние страны, чтобы обращать неверующих». Другими словами, не ждите Мессии, чтобы начать любить людей. Ваши соседи это ваши ближние. Говорите им, что царство пришло. Любовь искренно. Иисус говорил религиозным деятелям, вы лицемерны. Вы показываете любовь ради выгоды, стремясь получить что-то в ответ. Вы любите ради отдачи. Лицемер слово из лексикона греческих театралов. Перед выходом на сцену актер надевал себе маску, затем спускался со сцены и возвращался уже в другой маске. Лицемер это человек, который играет разные роли в разных масках. Представьте, что на вашем венчании ваша супруга сделает у лтаря то же, что сделал Том Круз в фильме. Миссия невыполнима. Сюрприз, я не таким, ты меня представлял. Вы подумайте, о нет, как грустно, если церковь Христа будет жить в маске, притворно, неискренне. Павел писал римлянам глава 12 стих 9 церковь, любовь пусть будет непритворной, пусть она будет настоящей. Снимите маску и не притворяйтесь. Будьте честными, добрыми, настоящими. Будьте с собой, отдавайте, не ожидая воздаяния. Уберите из своего сердца такие молитвы. В-третьих, Иисус вернется за невестой, которая осознала, пришло время жить по вере. Это ваше время жить по вере. В Луки глава 18 стих 8 Иисус говорит, когда Сын человеческий вернется, найдет ли Он веру на земле? Где вера? Где ваша вера? Будет ли у вас вера? Вера это не только говорить горе, но и действовать по Слову Божьему. Когда Иисус шел по воде, Его ученики сидели в лодке. Они испугались. Петр тоже захотел пойти по воде. И Иисус сказал, иди, иди. На конференции Дариус Дэниелс подчеркнул, Иисус не сказал, иди, Петр. Он просто сказал, иди. Только Петр откликнулся на приглашение. Только он пошел по Слову веры. Другие ученики остались в лодке. Это призыв ко всем нам ходить по вере. Бог призывает нас верить в сверхъестественное. Церковь будет творить те же чудеса, что творил Иисус. И даже больше. Пришло время, чтобы Церковь поднялась в духе веры и поверила, что все возможно. Иисус сказал в Марка глава 11 стих 22. Имейте веру Божью. Если скажете горе, вергнись в море. Это произойдет. Бог хочет творить в вашей жизни сверхъестественное. Будете ли вы ходить по вере или только смотреть, как ходят другие. Враг не будет вас уничтожать, если сможет просто отвлечь. Вы говорите, однажды я буду ходить по вере. Однажды стану много жертвовать. Однажды я поеду на Мессию. Однажды займусь бизнесом. Однажды я сделаю шаг веры. Не откладывайте на завтра то, что сможете сделать сегодня. Не говорите, жатва нескоро. Открой глаза, церковь, твое время сейчас. Начни жить по вере. И последний пункт. Бог призвал свою невесту пробудиться и осознать, что пришло время жить с его состраданием. Жить с его состраданием. Иисус сказал своей церкви такую историю. Один человек шел по дороге, когда на него вдруг напали грабители. Они избили его до полусмерти, забрали у него все деньги. Затем по этой дороге прошел человек. Он очень торопился в церковь, смотрел в телефон и даже не заметил беднягу. Он просто прошел мимо. А затем прошел пастор. Он думал о своей проповеди. Проходя мимо раненого, пастор его заметил, но прошел мимо, решив, что есть дела поважнее. К тому же от раненого плохо пахло. Затем проходил самарянин. Поравнявшись с мужчиной, самарянин увидел, что тот еврей. Они не сообщались, но самарянин решил, что это его ближний. Каждый, кому нужна ваша помощь, это ваш ближний. Увидев нужду, восполните, увидев боль, исцелите. Добрый самарянин опустился на колени и помог еврею подняться. Он посадил его на своего осла, перевязал ему раны, отвез его в гостиницу и заплатил за него, попросив позаботиться о нем. Он сказал, я не могу сделать для него все, но я сделаю то, что смогу. так же Петр и Иоанн по пути в храм увидели нищего. Петр сказал, мы не сможем дать денег, серебра и золота у меня нет, но что имею, то отдам тебе. Бог не просит сделать вас все, он просит сделать что-нибудь. Пусть мысль, что вы не сможете сделать все, не помешает сделать что-то для кого-то. на этой неделе вы сможете кого-то ободрить, купить кому-то еды, помочь кому-то незнакомому или протянуть руку помощью члену семьи. Вы можете применить это слово на практике уже сегодня. Не упустите свой момент. Не упустите свой момент. В 58 главе Исаии сказано, что церковь какое-то время постилась. В 6 стихе Бог сказал, вот пост, который я избрал. Ему не нужен пост от еды. Разреши оковы неправды. Развяжи узы ерма. Расторгни всякое ермо. Бог ищет не ту церковь, что заучивает места Писания, а ту, что живет по Писанию. Церковь, известную своей любовью состраданием. Я рад, что церковь Победа известна своей любовью состраданием и подлинной верой в Иисуса Христа. Пришло время разделить пищу с голодными. Я это могу. Дать бедным прибежище. Вы это можете. Увидев раздетого, одеть его. Вчера мы как раз передали одежду нуждающимся. у новорожденных малышей не было одежды. Мы устроили им праздник сюрприз прямо здесь, в нашем городе. Многие люди из нашей церкви послужили этим матерям и передали им одежду и подарки для малышек. Наша церковь умеет сострадать. Сказано «От единокровного твоего не укрывайся». Другими словами, Бог ищет церковь, которая движет сострадание к своим родным и близким. Любите друг друга. Мир увидит, что вы ученики Иисуса по любви. Это будет любовь, полное сострадание. А сострадание дает щедро, не ожидая отдачи. Дальше в 58 главе Исаии сказано «Тогда откроется как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. Вас ждет прорыв». Молюсь, чтобы это послание вас благословило. Со мной сегодня двое сыновей, Ильям и Биная. У нас с женой четверо детей. Это мои самые старшие. Я размышляю послание, которое вы сейчас услышали. Хочешь помахать зрителям? Отлично. В послании вы услышали тот момент. Ваше время от Бога сейчас. Возможно, вы воспитываете детей, или скоро женитесь, или надеетесь, что однажды у вас будут дети. Бог приготовил для вас что-то прекрасное. Но не упустите свое время сейчас. Бог дает вам много возможностей жить в послушании, в радости, наслаждаться тем, что Он вам дает, и свидетельствовать людям. Вы видели, что я сделал акцент на настоящем. Чтобы вы осознали, пришло время пробудиться для того, что делает Бог. Давайте молиться вместе. Через экран телевизора скажите Иисус. Я смиряюсь перед Твоей волей на мою жизнь. Действуй во мне и через меня во имя Иисуса. Аминь. Бог очень любит вас. Мы вас тоже очень любим. Лиам и Бенни. Да. Мы молимся, чтобы у вас был прекрасный день и отличная неделя. Если мы можем что-то сделать для вас, сообщите нам об этом. Зайдите на наш веб-сайт, где есть возможность оставить свою молитвенную просьбу или свидетельство. Расскажите, что делает Бог в вашей жизни. Мы вас очень любим. Редактор субтитров Корректор